Мы с мужем купили квартиру. В первую же ночь мы услышали странный скрежет, как будто гвоздем царапают по бетону. Но мы решили, что это соседи среди ночи буянят. Но с тех пор каждую ночь мы не могли спать. Было очень холодно, батареи топили вовсю, но мы мерзли. Сквозь сон мы слышали этот мерзкий звук гвоздем по бетону. Еще слышали какие-то шлепки, как будто кто-то топает мокрыми ногами. Но сперва на все это мы не обращали внимания. Наконец ремонт был закончен. Казалось бы, живи да радуйся. Но с каждым днем мы все больше ощущали, что-то не так. Хоть я и не хотела это признавать, но дома было неуютно. И дело не в интерьере, нет. Это как будто на уровне интуиции. Ночью мы все так же просыпались от леденящего холода. Затем начались разного рода проблемы. Я попала в аварию, меня уволили с работы, у нас украли паспорта. А еще мы постоянно болели. Муж предполагал, что это из-за квартиры. Но я считала это глупостью, однако проблемы начинали нарастать. Однажды я проснулась с криками. Когда я спала, рядом сидел кто-то и смотрел на меня. Я успела разглядеть мужской силуэт. Он смотрел на меня, а потом наклонился тяжело дышать. Я учуяла трупный запах и поняла, что скорее всего это какой-то дух. А потом с криками проснулась. Муж тоже столкнулся с необъяснимым. Ночью он встал в туалет, включил свет и в проеме двери успела разглядеть силуэт, который промелькнул туда-сюда. И самое страшное, в нос ударил трупный запах. Мы решили пригласить священника, но к нашему удивлению, никто из священнослужителей не захотел к нам приходить. Нас замучила бессонница, и я нутром чувствовала, что в доме мы не одни. Если нам и удавалось уснуть, то мы просыпались от боли. Кто-то или что-то однозначно хотело свести нас с ума. Но мы не могли бросить квартиру. Столько лет идти к своей мечте и бросить ее лишь потому, что там живет кто-то невидимый. Однажды вечером мы вышли в магазин и столкнулись с бабушкой-соседкой. Что? Насмешливо произнесла она. И вас эта участь не миновала. Какая участь, бабка, ты чего? А то, что квартира ваша проклятая. Успела выкрикнуть старуха и закрыла за собой дверь. Мы стали стучать к ней и требовать объяснений. Она хоть и неохотно, но рассказала нам историю. Оказывается, в нашей квартире 20 лет назад жила семья. Мама, папа и двое детей. Выяснилось, что отец болел шизофренией, но лечиться отказывался. В итоге голоса в голове приказали ему убить жену и детей. Что он и сделал. Дальше о трагедии забыли и там поселились новые жильцы. Спустя время они тоже умерли ужасной смертью. Глава семейства задушил жену и ребенка, а сам выбросился в окно. Долго в квартире никто не жил, а если и жил, то быстро выселялся. Последний, самый страшный случай произошел за пять лет до нашего новоселья. Мужчина с женой и детьми прожили тут полгода. Мужик запил, словил белую горячку, зарубил топором жену и детей, а сам повесился. Трупы так и лежали несколько недель. Потом появилась какая-то родственница мужика и попыталась сдать квартиру, но никто там жить не хотел из-за запаха. Пришлось снять стены и полы до бетона, всю мебель выкинуть, а квартиру продать. Жилье пустовало пять лет, но бабка слышала, как за стенкой что-то происходит. Как будто кто-то скребется, двигает мебель и стонет. Хозяйка много раз приглашала священников, но потом и они отказывались приходить. Покупателей на квартиру долго не было, а тут мы появились. У нас от ее рассказа мурашки по коже пошли. Вот уже три года мы не можем найти новых покупателей на эту квартиру. Ее как будто не видят. Из-за неудачного новоселья мы никак не можем вылезти из долгов и проблем. Ни священники, ни экстрасенсы нам помочь не могут. Говорят, слишком прочно тут зло засело. Мы это на собственной шкуре поняли, но надежды на лучшее не теряем.